Всегда спорный, не в меру экстравагантный и чрезмерно публичный. Вместе с тем талантливый и трудолюбивый, тоже не в меру и чрезмерно. В художественном музее открылась выставка Никаса Сафронова «Тайна света». Это второй визит мастера в Иваново. Первый состоялся в 2014 году, и проект имел большой успех у ивановской публики. Поэтому, когда возникла возможность сейчас завершить год, вновь открыв выставку Никаса Сафронова, в общем-то, мы согласились, и, наверное, проект соберет не меньшее количество публики, я надеюсь, и большее, нежели пять лет назад. Сам Никас Сафронов не менее интересен, чем его работы. Увидеть художника лично и пообщаться с ним пришли поклонники его творчества. Художник привез в Иваново 65 работ. Это произведение последней четверти века. Широкий охват творчества Сафронова, его поиск и развитие. Сделать выставку в моем любимом городе Иваново было бы неправильно. Поэтому на Новый год я решил все-таки из тех работ, которые у меня в мастерской остались, я решил привезти сюда и показать зрителям. Их не было раньше, пять лет назад, они новые практически, что-то доделаны, что-то взято со студенческих лет, переписанное. Никас Сафронов – известный экспериментатор. Ивановцы смогут познакомиться с его собственным авторским стилем Dream Vision, который непременно войдет в историю искусства. Эти эксперименты, кстати, дали мне возможность создать новый стиль Dream Vision. Это стиль импрессионистов, но совершенно другое, чисто мое. Это никто не знает, как это делается. В Голландии предлагали даже 100 тысяч долларов. Несколько лет назад за мастер-класс я отказался. Вот, поэтому здесь есть и театральные работы, есть реплики, есть пейзажи классические, скажем, вот забываешь обо всем, вспоминаешь Суриковский и пишешь как бы в академической манере. Но символизм уже отвлекаешься, идешь, делаешь уже, так сказать, в стиле караваджо или там, или коро, или тернира. Выставка Никаса Сафронова – это новогодний подарок самого мастера и Ивановского художественного музея горожанам. Стильный, современный презент, который хочется побыстрее распаковать и узнать, что там внутри. Экспозиция будет работать до 12 января. Елена Белова, Денис Денисов, Вертова Иванова.